Не сумев построить отношения на острове любви и вернувшись в Москву, Фил Кострубов не спешит обзаводиться второй половинкой. Впрочем, молодой человек активно занимается поиском девушки. Если на всероссийский кастинг отправили романа Гриценко, то Фил занят тем, что подыскивает ту самую единственную в социальных сетях. Несколько дней назад Кострубов попался на романтической переписке, однако не с поклонницей, как могли подумать многие. А с ведущей новостей Дома-2 Катей Жужей. По крайней мере, Катя незамедлительно отреагировала на пост Фила, пожаловавшегося на недомогание. А сам Кострубов сразу же заявил, причиной его болезни – длительное отсутствие Жужи в Москве. Стоит отметить, что порадоваться за парочку готовы немногие. Жужу уже обвинили в распутстве, отметив, какое количество мужчин за сравнительно короткий период времени перебрала ведущая. Бывший участник Константин Иванов рассказал в одном из последних интервью о том, почему они с Александрой Гозиас расстались. По словам нашего героя, Саша до сих пор живет проектом. Гозиас ищет популярность, постоянно тусуется и готова на все ради пиара. Ко всему прочему, девушка множество раз изменяла Константину, будучи с ним в отношениях. Иванов сообщил, что мириться с бывшей не намерен и смотрит только вперед. Некоторое время назад в социальной сети появились слухи о том, что Ольга Бузова страдает наркозависимостью. Девушка не задерживалась правоохранительными органами. Однако, судя по ее поведению, становится понятно, что она сидит на запрещенных веществах. Удивительная трудоспособность и частые визиты в больницу говорят лишь о том, что здоровье знаменитости пошатнулось из-за частого употребления наркотиков. Некоторые бывшие участники реалити-шоу подтверждают эту информацию. Как ни странно, ничего удивительного в наркозависимости Бузовой никто не видит. Ведь в Москве многие люди из шоу-бизнеса балуются запрещенным. В случае Ольги это помогает ей увеличить трудоспособность. Однако, долго ли она протянет в таком режиме, пока непонятно. Либерж Кпадону опровергла слухи о том, что на острове любви сбивается. Ведущая утверждает, что смогла наладить отличный контакт с участниками. И они теперь все вместе работают над собой. Илья Ябаров продолжает доказывать, что спал с Ольгой Рапунцель. И вчера предоставил журналу Дом-2 неоспоримое доказательство. Видеозапись их встречи. Вот только журналисты быстро вывели ябу на чистую воду. Ведь это был всего лишь кусочек одного из эфиров Дома-2 2015 года, когда Оля пыталась строить любовь с Ильей. Дима Дмитренко опроверг информацию от своей жены о том, что он пишет ей любовные смс-сообщения и хочет вернуться назад. Дима был немногословен и просто заявил, что все это враньем. Не каждая участница телестройки может похвастаться частыми приходами или приходами вообще. А вот беременной Рапунцель удается оставаться в центре внимания даже теперь. Хотя лишь немногие верят, что все происходящее в жизни Ольги правда. Сомнения вызывает не только беременность девушки в принципе, но и желание молодых людей строить с ней отношения. По мнению телезрителей, организаторы придумали неплохой способ объяснить нахождение девушки на шоу и сделали из будущей мамочки, конечно, в том случае, если она действительно ждет малыша, проходной билет. Кроме того, многие твердо убеждены, что совсем скоро организаторы договорятся с Дмитрием Дмитренко и уже тогда парочку заставят вновь строить отношения под камерами. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.